всем здравствуйте друзья мои снова снова мы с вами сегодня гуляем по нашему замечательному острову white сегодня хочу вам рассказать о том как я учила английский язык когда попала в эту страну сегодня у меня много сегодня запланировано вам рассказать но вы знаете вот вышла приехала на такое тоже специфическое место место такое как бы скорее даже больше закрытая опять же место для богатых но вот сегодня наверное я выбрала не очень удачный день у нас сегодня суббота 7 декабря и несмотря на то что день великолепный я-то и поехала из-за этого что еще один хороший день вам показать потому что все таки съемках в хороший солнечный день она выглядит лучше сегодня из-за того что суббота очень много людей гуляет и опять же вот не все любят когда я хожу с камерой снимаю не знаю получится ли у меня снять вам видео но попробую так вот начнем с того что когда я приехала сюда в англию я английский язык знала только поверхностно знаете вот как сейчас смеются говорят вот знания мои лондон из the capital of the great britain а им галина май нейм из галина айбон им раша ну и все но я почему-то когда приехала сюда я все-таки уже общалась со своим будущим мужем по skype и я думала что вы знаете я где-то за два за три года смогу английский язык выучить без проблем но оказалось что это не так-то просто и моя излишняя самоуверенность она и сослужила мне плохую службу то есть сейчас вам расскажу в чем здесь история вот я-то иду опять видите как парковая зона получается но это же вот наша private территория с богатыми огромными замками лордов вот уже заходить конечно я не буду туда как-то не рискую вы знаете чем больше здесь живу тем страшнее мне заходить на private территорию не знаю почему куда смогу зайду что смогу покажу но не обессудьте все таки главное наверное это будет мой рассказ для вас так вот я когда приехала в англию я конечно сразу же взялась изучать английский язык потому что я поняла что но если я собираюсь жить в этой стране то конечно же шага ступить невозможно без языка и конечно тут мой муж решил мне тоже помогать но как он мне мог помочь тут потому что видите какая проблема английский язык можно вы выучить быстро если у вас есть человек рядом который знает и русский английский язык тогда вы слушаете фразу на английском языке и спрашиваете что она значит вам я тут же переводят на русский и вы понимаете и запоминаете муж мой не мог мне помочь вот по такой причине что он не знал русского языка и допустим если мы сидим и смотрим с ним телевизор какой-то фильм я сидела всегда с словарем русско-английским англо-русским чтобы сразу мне если я какое-то слово не понимаю сразу попытаться его переводить но вы знаете это очень сложно потому что я должна была знать написание чтоб найти это слово да я его даже записать сразу не могла чтоб потом посмотреть но то есть это было в общем практически невозможно вот таким вот образом изучать язык может быть кто-то кто уже здесь живет и столкнулся с этим понимает о чем я говорю и вот даже помню я тогда муж мой по ну то есть принял такое живое участие его тоже он тоже был заинтересован чтобы я английский язык выучила и он сказал давай мы пригласим репетитора и я буду платить я согласен платить за это вот репетитор тебе поможет осваивать английский язык ну я согласилась конечно же спустя неделю мы нашли репетитора пришла женщина очень приятная женщина англичанка такая как обычно они улыбчивая разговорчивая и она стала со мной разговаривать бодро на английском языке я в общем опешила так я говорю так понимаете я же не понимаю вашего языка я не понимаю английского языка я вообще не уловила все то что вы мне хотели сказать то есть я так как раз вас и пригласила чтобы учить английский язык ну я говорю мне же надо чтобы кто-то перевел мой посмотрите как интересно сколько яблок на полу это вот тоже одна из таких интересных вещей что яблоки никто здесь не собирает но уже даже листьев на дереве нет а яблоки все еще валяются вот их тут кушают слизняки или они просто гниют представляете почему они не собирают яблоки яблоки съедобные яблоки очень вкусные ну вот не собирают представляете это вот еще такая для меня непонятка об англичанах почему не собирают яблоки не знаю да ну и вот я иду я же все гуляю тут и вот смотрите если вам видно внизу вот там вот большое окно оно абсолютно без всяких занавесок и штор и там даже мелькает экран огромного телевизора кто-то смотрит телевизор долго я показывать не буду я единственное что хочу сказать что здесь можно очень часто встретить вот еще одни непонятки для меня английские странности что очень часто можно встретить что у них не завешиваются окна вообще ничем окна ничем не завешиваются и если я сейчас днем иду это все так видно да как на экране как в аквариуме я обычно говорю да видимость такая то вечером когда там горят огни то они вообще сидят сами как на сцене и тем не менее их это нисколько не волнует вот в инстит хилл где мы с мужем жили там такая же история когда я вечером после обычно после ужина выходила на свои долгие длительные прогулки я возвращалась домой уже смеркалась и зажигались огни и очень-очень во многих местах во многих домах вот такая была история что в sitting room сидели люди они смотрели телевизор но у них были не занавешены окна и даже не предполагалось никаких занавесок вот их это как-то вы знаете абсолютно не волнует ну и в общем получилось так что это женщина английская не смогла мне никак помочь потому что она сказала вот я сейчас вам достану газету журнал сейчас мы с вами будем читать вот можете ли вы читать по-английски но я говорю я читать по-английски конечно могу может быть и плохо но дело-то все в том что мне не надо читать мне нужно говорить и понимать а я так понимаю что мы с вами не сможем никуда сдвинуться потому что вы мне прочитав английское выражение не сможете его сразу перевести ну и чем тогда вы мне поможете она в общем согласилась со мной что она не предполагала что у меня английский язык на таком низком уровне что я даже не могу ее понять то что она говорит что в общем она думала что мне просто надо как-то грамматику подтянуть ну а вот так конечно уже тут ничего мы не смогли с ней как говорится сделать обратите внимание на дорогу друзья это практически вот правило территория как я сказала посмотрите как разбита вся дорога это же просто ужас вот такая вот у нас англия дороги наверное пахлище чем в россии и тут же рядом вот такой шикарный огромный дом который стоит наверное 700 тысяч фунтов стерлинг это тоже такая история интересная что насколько я знаю как мне объяснял муж что все кто здесь живет на этой улице они должны если хотят улучшать дорогу сбрасываться платить какую-то сумму каждый и вот тогда дорогу ремонтируют в таких правил в частных территориях частных местах частных территориях здесь муниципалитет дорогу проводить им сюда не будет к их домам ну и вероятнее всего что люди не смогли договориться несмотря на то что территория как я сказала очень такая дорогая дома очень шикарные дорогие а дорога вот такая разбита стыд и позор здесь вот даже четко прослеживается граница дороги посмотрите что вот эта дорога за которой муниципалитет обязан следить вот она еще более-менее нормальная здесь был асфальт и вот здесь вот сразу начинается вот эта частная дорога посмотрите и она вся страшным образом разбита вот бывают такие нюансы которые для меня необъяснимы если люди имеют деньги чтобы покупать дома которые стоят миллион и выше фунтов стерлингов что же они на дорогу то сброситься не могут мы так поняли с мужем что мне брать репетитора английского это только пустая трата денег и времени и что лучше если я пойду в колледж так вот я пошла в колледж называется english language for foreign people то есть английский язык для иностранцев тоже платный эти были я даже не знаю как сказать курсы не курсы но вовсе да курс наверное вот так скажем он назывался курс там годичные и двухгодичные вот эти вот курсы нужно было посещать два раза в неделю всего лишь навсего и по 45 минут вот у нас был урок и преподавала его также англичанка вот которая старалась конечно нам тут объяснять если кто-то не понимал но опять же вот понимаете этот этот курс я училась там целый год он мне дал кое-что но я не могу сказать если бы я не занималась еще сама также то конечно ничего там я бы и не освоила и не выучила но вот кое-кое какие там я не знаю моменты которая смогла нам объяснить вот преподавательница она была сама кстати из канады и муж у нее был французско говорящий французской английской говорящий потому что канада там разделяется на два штата я так понимаю там кто-то часть говорит на английском языке часть говорит на французском языке тем не менее вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть мне этот этот курс тоже что-то дал и у меня очень много знакомых именно вот оттуда из колледжа но сандрин в частности тоже она приехала и она не знала английского языка совершенно но сейчас она говорит конечно потому что она на 20 лет моложе меня у нее память посвежее но все равно как я вижу она говорит плохо по английскому все еще тоже вот еще есть такая история очень часто можно встретить люди выставляют вот яблоки для тех кто хочет взять это называется можно подойти любому и взять эти яблоки help yourself называет я познакомилась на этих курсах также с одной итальянкой я познакомилась тайкой и вот я познакомилась людмилой которая была из одессы вообще там у нас было всего по моему 15 человек на этом курсе из них большая часть может быть половина на половину человек 8 было китайцев это вот как странно каким образом они попали сюда на остров white это тоже для меня вопрос остается открытым но тем не менее вот эти вот 8 шумных китайцев которые вообще не знали английского языка и которые постоянно останавливали нашего преподавателя постоянно спрашивали переспрашивали и она основную часть времени вот занималась с ними а мы все сидели и вынуждены были ждать ну вот такие вот моменты такие нюансы мне конечно тоже не нравились посмотрите какая красота здесь даже рыбки плавают как красиво у кого-то пруд перед домом боже мой как красиво в общем проучившись целый год вот на этом курсе я получила сертификат ну наверное в принципе это было мне нужно именно для того чтобы иметь вот этот сертификат так как я себе в будущем хотела получать британское гражданство британский паспорт там требовался помимо других прочих требований нужен был сертификат о знании английского языка уровня по моему б-2 если мне не изменяет память уже это было давным-давно это было ну вот я же говорю 8 лет назад я получила этот сертификат и мне мне предложили другой уровень более высокий тоже там позаниматься но я не сказала что этот курс он был платный и муж мой платил 600 фунтов в год вот он заплатил 600 фунтов в год за обучение не знаю много это или мало судить вам но по мне так не дешево скажем так вот я опять иду обратите внимание какие здесь красивые места какие здесь красивые стоят дома я с вами здесь еще не гуляла и сама с удовольствием смотрю и наслаждаюсь и вам показываю как все таки здесь красиво это сад впереди его там дом но помимо того что я закончила этот курс я конечно же сама учила учила при том очень усердно я вам вот частной экране напишу книгу которую мне там порекомендовали в колледже прекрасная книга для того кто хочет учить английский язык я вам найду я вам напишу сейчас я не хочу вас водить заблуждение потому что там английское имя и фамилия этого автора поэтому смотрите на экран и этой книгой кому интересно пожалуйста обязательно пользуйтесь я наверное может быть еще ссылочку вам внизу в описании дам если то что найду то обязательно вам предоставлю тем кто интересуется и вот я читала вот эту книгу я по ней очень много там диалогов очень много там объясняется грамматика как применять слова и выражения ну то есть она мне дала очень много также хочу сказать для тех кто хочет учить английский что нужно смотреть как можно больше фильмов фильмов лучше всего смотреть субтитрами вот опять остановилась посмотрите дом этот дом построен здесь недавно это постройка наверное года два как они убрали здесь впереди строительный мусор посмотрите каких красивых львов они тут установили себе на новую каменную стенку установили под старину таких двух красивящих львов вот видите однако же у них еще никаких посадок вернее как кустики посажены но они еще не разрослись но ему а потом видите у них наверное здесь живет молодая семья как я вам рассказывала в основном они делают просто площадку такую для парковки машин опять все время я отвлекаюсь друзья ну вот как тут как тут можно что-то говорить вот вы знаете очень сложно и говорить и показывать сразу все очень сложно эти фильмы английские лучше всего смотреть с субтитрами если у вас есть такая функция поставьте субтитры смотрите фильм запоминаете даже вот лучше смотреть по нескольку раз на эти английские фильмы потому что все эти фразы вы потом будете понимать уже без всяких субтитров это надо время и время понимаете это надо усердно заниматься вот дальше что я еще делала я себе выписала на листочек я записалась в библиотеку вот это там ходила спрашивала у библиотекарей что они мне могут посоветовать для того чтобы мне лучше и быстрее выучить английский язык они мне сказали что книги вы конечно читать можете но вот судя по тому как вы разговариваете судя по тому какой у вас уровень вам сейчас лучше книги с крупными буквами с крупным шрифтом читать и наверное может быть даже лучше книги для подростков что я в общем то и делала с удовольствием я покупала книги для подростков у них там даже есть библиотеках вот такая книга и к ней приложена пластинка сиди которую вы можете на сразу ставить на компьютер и слушать и эту книжку перед собой держа вот видеть текст и слушать произношение это тоже мне очень сильно помогло ну и потом я выписывала на листочке себе все новые слова и я себя обязала что я каждый день должна выучить 10 новых слов я это делала я это учила я приклеивала вот такими стикерами название предметов которые окружают меня на кухне в комнате посуду ну вот то есть все что меня окружает я приклеивала и чтобы это все у меня было все время перед глазами я все это учила 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 наверное в течение больше двух лет вы знаете потом я же постоянно общалась со своим англоязычным мужем у меня постоянно были только английские друзья его друзья которые тоже все говорили на английском языке эти постоянные встречи эти все party и вот это вся на меня обрушилась такая прорва этого английского языка что вы знаете вот я что хочу сказать что я себя довела до того что я переучилась я просто надорвалась как знаете когда кушаешь много сладкого то потом наступает такое что ты бросаешь вообще что-то его есть показала вам еще один старинный коттедж вы понимаете же что тут без конца надо просто прерываться чтобы вам и показывать и рассказывать ну не знаю вот этот коттедж обратите внимание я опять вернулась к нему какие малюсенькие окна какой он низкорослый и как там наверное опять сырая вот все время об этом сейчас думаю как там холодно и сыра ну а выглядит великолепно конечно как обычно так вот я перри перри занималась скажем так я вот что сразу тоже хочу тем тех предостеречь людей которые сейчас ну может быть я зря волнуюсь может быть никто так не схватиться учить английский язык с утра до вечера с ума сойти как вот такими темпами чтобы надорваться потом в конце концов вот как это произошло со мной но тем не менее вот я вас хочу предостеречь потому что у меня произошла такая история что мне просто стало тошнить от этого английского языка я поняла что я больше не могу я вы понимаете вот как я занималась на очень долго всем этим течение двух лет так я сразу резко все и бросила но это же тоже не дело понимаете вот я прекратила тут же вот опять новый дом посмотрите очень красивый тоже недавно построены просто загляденья строился быстро наверное в течение года не ничего не знаю кто здесь живет вот показываю вам что он уже построен и выглядит просто великолепно он кстати да вспомнила он строился какой-то компанией строительной и они вывешивали пока его строили они вывесили здесь огромное объявление что этот дом он продается ну и вот наверное его и купили сразу а мы с вами потихонечку подходим вот к этой церкви в которой я когда-то с мужем венчала и я забросила очень надолго этот английский язык на изучением которого я на в общем-то надорвалась за изучением которого я надорвалась вот таким образом поэтому я считаю что все хорошо в меру что нужно конечно учить как-то это все постепенно но понимаете тем не менее вот что еще хочу сказать что несмотря на то что я вот так вот усердно занималась я до конца английский язык и не выучила он постоянно нуждается в том чтобы его улучшать чтобы практиковаться постоянно сейчас как вы понимаете я вообще все забросила я теперь общаюсь очень мало с английскими какими-то семьями с английскими людьми я общаюсь больше с русскими ну вот единственное что с мартиным я общаюсь конечно но это мне мало что дает мы с ним только говорим на используя те слова которые я знаю что-то как-то нового ничего вот он кстати от меня научился некоторым русским словам я ну я да я тоже немножко но это как-то совсем капля понимаете так вот конечно я была разочарована самой собой то что я не достигла того чего я хотела потому что я все думала что вот настанет такое время я так учу усердно этот английский язык что вдруг вот случится такое что я однажды утром просыпаюсь и я понимаю английский язык просто я даже думаю на нем и мне не нужно в голове переводить на русский то что я слышу что я сразу понимаю я все мечтала что вот наступит такое время что в конце концов и я буду знать вот так вот прекрасно английский язык он не будет мне мешать но такое время к сожалению так и не наступило я здесь могу что еще сказать наверное это все таки потому что всему свое время друзья и несмотря на то что я как-то стараюсь учиться постоянно я стараюсь просвещаться что все таки возраст вот такой вот как я начала уже серьезно заниматься английским языком в 54 года то это вот наверное тоже сыграла свою роль все таки память у молодежи она свежее намного и она дает сразу конечно другие результаты по крайней мере вот насколько я знаю дочка моя она изучала углубленный английский язык в спецшколе на английского языка и она вот английский язык знает очень хорошо но может быть сейчас у нее уже тоже практики нет и не получается ну то есть все вот эти вот вещи они конечно играют свою роль и так если подытожить все весь мой длинный рассказ для вас друзья ой господи вот я же говорю что я не хочу всем угождать тем кто смотрит мой канал но мне все-таки хочется как-то больше чтобы мой канал вам нравился и доставлял удовольствие когда я гуляю я же не просто так гуляю я стараюсь снимать для вас всю эту красоту я то ее в общем то уже и видела и и вижу каждый день как вы понимаете ну вот для вас тоже снимаю так вот если подытожим то что я сказала значит изучайте английский язык это однозначно он вам обязательно пригодится дальше изучайте его по тем книгам которые вот во первых я порекомендовала во вторых вот по книгам которые вы берете сразу чтобы они были у вас с дисками звуковыми то есть аудио диски чтобы вы читали текст и слушали сразу же этот текст вот на звуковом этом диске дальше смотрите фильмы очень помогает ну и ставьте перед собой цель конечно же ну может быть не 10 слов в день но по крайней мере хотя бы 5 каких-то новых слов в день узнавать ну и потом сейчас открывает огромную на возможность интернет есть много сайтов в интернете которые ведут молоденькие блогеры девочки и мальчики и которые тоже весьма помогают в изучении английского языка ну и также конечно же лучше всего вам будет в помощь если вы приедете и услышите сами эту английскую речь вот ее носители как говорят лучше всего изучается английский язык с носителем этого языка вот а на этом я заканчиваю свое видео ставьте лайки кому понравилось пишите свои комментарии всех вас я обнимаю всем удачи пока пока